приветствую друзья меня зовут кирилл и сегодня на моем лего техник канале снова время разрушений пять с половиной лет назад в феврале 2016 года я закончил работу над этой самоделкой это копийная модель роторного экскаватора r1250 и до сих пор я считаю ее одной из лучших самоделок которые я когда-либо собирал само собой как и любая модель он не идеален периодически у меня возникало желание что-нибудь в нем улучшить но время шло или правильнее сказать годы шли и я понял что я никогда этого не сделаю и в конце концов я решил его разобрать на момент записи видео модель находится в плачевном состоянии он давным-давно не на ходу пару-тройку лет назад я вынул из шасси липоблоки потому что они мне нужны были в другой самоделки таким образом он перестал ездить также в надстройке есть два батарейных блока один из которых тоже какое-то время назад перестал включаться скорее всего там окислились и вытекли батарейки сегодня я это узнаю наверное ничего хорошего я там не увижу также я вынул из настройки противовесы и сейчас она очень сильно кренится вперед раньше такого не было и я некоторое время назад обнаружил что разгрузочный конвейер тоже как-то сильно перекосило пока что я не знаю из-за чего либо просто со временем из-за собственного веса какие-то детали выгнуло или может быть даже что-то сломалось это тоже мне только еще предстоит узнать ну и конечно же почти сразу же после создания модель начала собирать пыль да это пылесборник сначала она стояла у меня там на чем-то на полке на комоде мне было приятно меня смотреть ну и через несколько месяцев она уже покрылась солидным слоем пыли какое-то время я закрывал ее пакетами ну какой прикол от модели закрытый пакетами это же вообще некрасиво ну и в общем на данный момент тут такой слой пыли что даже стыдно показывать на видео я конечно какие-то фотографии вставлю чтобы прочувствовали всю катастрофичность ситуации постараюсь конечно как-то протереть ну скорее всего вообще буду сразу разбирать это в тазик и в помывку отправлять также в процессе многочисленных переездов от модели отломалась большое количество декоративных элементов и сейчас конечно внешний вид у нее уже сильно изменился какое-то время я думал что я сделаю платную инструкцию к этой самоделке но на данный момент я вообще разочаровался в этой идее создания инструкций может быть у кого-то их покупают у меня их не покупают на ребрикового у меня есть как платные так и бесплатные вот из платных могу упомянуть оранжевый погрузчик здоровенный мотоцикл трансформер бетономешалку красный замок то есть разные модели и с большим количеством электрики и вообще без электрики ну в общем за несколько лет что они там выложены суммарный доход от продажи всех этих инструкций составил меньше чем месячный доход с youtube а ну и соответственно вот оранжевый погрузчик десятки или даже сотни часов я потратил на создание инструкции там даже провода отрисованы в общем это высококачественная инструкция к модели из больше чем 5000 деталей ну и как бы зачем мне тратить свои нервы свои глаза сидя столько времени за компьютером если это не дает мне вообще никакой отдачи я лучше потрачу это время на создание новых самоделок например ну и на этом я заканчиваю вступительную часть думаю что пора начать разборку я подумал если с каких-то поверхностей вытру пыль тем больше будут бросаться в глаза те места где я не смог вытереть пыль поэтому ладно уж пусть модель останется в таком виде как она у меня сейчас есть и начнем мы с отделение верхней части от шасси насколько я помню это дело как-то очень легко у меня была организована начнем с того что уберем гусеницы и теперь нужно вынуть в центре небольшую вилку из двух осей которая как раз таки у нас входит поворотный столб и не дает разъединиться верхней и нижней частям это оказалось сделать не так просто как я думал но в итоге плоскогубцы спасли ситуацию и мы можем убрать верхнюю надстройку и так что мы тут видим ведущие excel моторы как это в тазик это в тазик 4 excel мотора с понижением 158 на 40 двойные катки для двойных гусениц поперечные ребра жесткости чтобы вся эта конструкция не проседала под тяжелой надстройкой и в центре такое вот усиленное место для поворотного стола снизу мы видим балансирные тележки по 5 с каждой стороны оригинал если не ошибаюсь по 6 но я честно говоря уже подзабыл короче говоря в любом случае чтобы сделать их более реалистичными увеличить их количество у меня вот здесь вот расстояние по осям не 5 студов что было бы намного удобнее с точки зрения лего техник а 4 то есть мне здесь пришлось перейти еще с нечетной размерности на четную в каждой тележке соответственно ну и так же здесь мы видим муляж двигателя и редукторов оригинал по моему как раз двигатель стоит с внешней стороны шасси ну а у меня 4 excel ки на каждый каток ведущий мотор думаю начать нужно с удаления всевозможных декоративных элементов лесенки перильцы трапы и конечно же кабины попробую сейчас снять верхнюю часть одной из кабин так вот она снялась целиком и внутри мы видим мини фигурку да эта модель была сделана в масштабе мини фигурки лего то есть обычный человек по сравнению с реальным роторным экскаватором чувствовал бы себя точно так же как вот эта мини фигурка по сравнению с моей моделью ну и дальше если убрать этот пол я так понимаю мы можем добраться до батарейного блока здесь большое количество всяких поперечных балок батарейный блок там вот в глубине и добраться до него видимо будет гораздо сложнее я докопался до первого батарейного блока и он даже еще жив лампочка горит так что с батарейками тут все в порядке вот так выглядит трап который шел вдоль разгрузочного конвейера середине у него здесь лесенки чтобы оператор разгрузочного конвейера мог попасть в кабину большое внимание я уделил детализации в этой модели и конечно огромное количество деталей ушло на всю эту мелочевку на создание перил лесенок и прочего а вот и второй батарейный блок я не сделал к ним возможность быстрого доступа естественно это была ошибкой но для включения у меня были предусмотрены такие дверцы можно было открыть включить но вообще я вот только что его включил и вроде бы здесь тоже батарейки живы возможно что когда я предыдущий раз пытался его включить я не до конца может быть как-то этот рычажок включения передвинул ну в общем похоже что батарейки не вытекли и это хорошо как тут до него добраться все не так просто это декоративная была пластина так вот теперь можно выкинуть да тоже лампочка горит то здесь по-видимому тоже с батарейками все в порядке но это к лучшему ну и на этом удаление декоративных элементов заканчивается и мы переходим к глобальному уничтожению то что дальше уже идут несущие конструкции раскос большой первый большой раскос 2 здесь у нас горизонтальная балка вертикальная колонна вот этот темно-серый треугольник может перемещаться в горизонтальной плоскости вместе с разгрузочным конвейером а вот в этой вертикальной колонне на поворотных столах у нас подвешена основная стрела главный конвейер и собственно ротор когда в модели много электрики даже если это модель огромных размеров провода могут стать проблемой вы видите что пучок проводов гигантский и он занимает реально много места раскосы снялись легко а дальше уже конструкция более плотная и тут мне уже придется капитально засесть за разборку я понял почему перекосил разгрузочный конвейер просто у него с одной стороны вылетела точка крепления и по сути он держался только с одной стороны вот здесь ну и на тросе потому что для его подъема использовался как и в оригинальном экскаваторе полиспаст тут видимо я руководствовался принципом чем больше рамок тем лучше я убрал приемники и мы видим основную электрику надстройки этот мотор поднимал главную стрелу эти два мотора поворачивали разгрузочный конвейер этот мотор поднимал разгрузочный конвейер здесь мы видим барабан с тросом вот этот тросик уходит вертикально вниз через поворотный стол потому что конвейер поворачивается в горизонтальной плоскости тут поворотный стол сверху и снизу трос идет сквозь поворотный стол и дальше идет вот сюда вот блоком которые уже формируют полиспаст эти два провода идут к микромотором которые управляют устройством разгрузки чуть позже посмотрим крупным планом ну а этот провод идет к мотору который приводит в действие разгрузочный конвейер м-мотор стоит у там внизу и от него здесь привод через кардан идет уже на ролик который непосредственно вещать конвейер ну и еще один мотор остался у нас на главной стреле который вращает ротор с ковшами ну да и еще два мотора естественно поворачивают всю надстройку относительно гусеничного шасси ну и в итоге мне осталось три больших куска разгрузочный конвейер с кабиной оператора и разгрузочным устройством центральная часть с поворотным столом на котором был разгрузочный конвейер а внизу поворотный стол на котором соответственно стоит вся центральная часть и здесь еще два мотора которые через червяки все это дело поворачивали и главная стрела так наверное с этой стороны лучше покажу главная стрела с копающим ротором на ваших экранах главный конвейер в разрезе поддерживающие ролики и приводной вал перекладины для того чтобы вверх под углом перемещать материал окно тут уже что-то развалилось то что я по сути половину удалил ну и все да все рассыпалась потому что все было зажато между двумя стенками ну и некоторые поперечные укрепляющие тоже были удалены поперечном сечении основание шасси представляет из себя набор таких вот ферм с большим количеством раскосов тут у нас прямоугольные треугольники три четыре пять при создании больших и прочных конструкций без треугольников никуда ну и пожалуй последнее что я хотел бы сегодня показать это разгрузочное устройство во первых оно крепится на поворотном столе чтобы можно было в разном направлении разгружать материал часто такие экскаваторы грузят материал прямо железнодорожные составы и для того чтобы не просыпать между вагонами у них такая вот хитрая двойная воронка стоит сейчас я попробую сделать тоже как бы в сечении показать убрать с одной стороны стенку так стенка отлично вот так вот это выглядит без ближайшей стенки здесь меня стоит микромотор такой вот привод угловой и в центре у меня ну там вот пыльная заслон когда вы говоря пыли ее хорошо видно в даши черные детали плохо видны заслонка сейчас стоит вот в таком направлении и груз будет высыпаться вот в эту сторону вправо но мы можем эту заслонку вот так вот переключить и у нас как бы сыпалась в один вагон и начнет сразу сыпаться в следующий вагон а где сцепка в середину ничего таким образом не просыпется это как в реальных экскаваторах и этот механизм я тоже реализовал демонстрации этой функции тоже есть видео в подробном про экскаватор на моем канале я вот смотрю на эту гору деталей на столе и понимаю что это может стать решением проблемы хранения если у вас кончается место в ящичках с деталями надо собрать большую самоделку и детали в ящичках станет намного меньше да комод конечно выглядит совсем пусто без экскаватора он со мной переезжал несколько раз побывал на четырех квартирах и всегда была заметной частью интерьера даже когда стоял просто под потолком на шкафу меня будет его не хватать но не стоит расстраиваться до видео немножко грустненькая но я уверен что я соберу будущем экскаватор еще круче мне нравится строительная техника и в принципе вообще разная но вот отдельные виды у меня прям какой-то восторг вызывает и роторные экскаваторы относятся к этим видам но кто пропустил эту модель на моем канале есть видео с подробной демонстрации всех функций как всегда все ссылки будут в описании ну а на сегодня у меня все спасибо за внимание и до скорого пока